Россия хотела напасть на Украину в 2007 году. Ну, я думаю, что у Путина планы нападения на Украину были давно. Он их вынашивал явно. Если вот можно его разложить на этапы, то он их вынашивал примерно начиная с того времени, как осмотрелся на своей должности президентской в России и дальше, 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 вот анализируя его заявление, анализируя то, о чем говорит его окружение, можно понять, что наряду с деньгами, которые его всегда интересовали, наряду с этим у него в голове сидела мысль войти в историю, как собирать иллюзимель, восстановить совок. Сначала он это скрывал, сначала он заигрывал Западом, но потом он даже это скрывать перестал, и уже дальше он публично начал нести ерести. Подтверждение тому несколько его таких публичных речей, которые, к сожалению, не были должным образом сразу услышаны, и Европа не отреагировала на них, и США правильно, потому что все-таки они рассчитывали на здравый смысл, а здравого смысла там нет. Так, хорошо. Пишут, а Беларусь будет выплачивать репарации после войны? Вы знаете, я думаю, что, ну, во-первых, по поводу судьбы Беларуси. Как только Украина победит в войне Россию, посыпятся все марионеточные режимы, которые Путин на сегодняшний момент контролирует или на которые влияет, серьезно влияет. В первую очередь это будет происходить на границах государств с Россией, вот тех государств. И Беларусь будет одним из флагманов таких изменений, потому что Лукашенко пойдет вслед за Путиным. На его счету крови, ну, я не знаю, как можно, ну, как можно человеческой кровью мерить. Это невозможная история, но на его счету и жизни, и кровь, и преступления. И он, конечно же, перешел уже все мыслимые и немыслимые красные линии. Он пытается еще как-то юлить. Юлить он пытается не потому, что в нем есть что-то человеческое, а потому что он просто хочет подольше сохранить свою власть. Существование свое вне власти он не представляет, он настолько к этому привык. За сколько лет? Тридцать, наверное, он уже в власти, если не больше. Потому что он-то был, если Путин в 2000 году пришел, то он-то был в 96-м или 94-м. Ну, в Беларуси, если есть ребята, да, из Беларуси, то напишите, в каком году Лукашенко стал президентом в Беларуси. И он свою жизнь вне этого кресла не представляет. Поэтому он сейчас пытается так юлить, чтобы максимально сохранить свою власть, максимально сохранить свое место и самостоятельно хоть какие-то решения принимать. Плюс он понимает, что если он войдет в войну с Украиной напрямую войсками белорусскими, то, смотрите, это мое ощущение, сложилось оно на основе общения и с белорусами, которые внутри Беларуси находятся, и с теми, кто извне сегодня борется на стороне Украины. Но, понятно, там остались семьи, друзья, знакомые и общение постоянное. Так вот, мое мнение, это то, что если Лукашенко объявит мобилизацию или объявит широкомасштабную уже войну со стороны Беларуси с Украиной тоже и попытается послать белорусов на украинский фронт, на территорию Украины, я думаю, что белорусы могут развернуться и направить свое оружие в сторону Лукашенко и пойдут его выносить из его дворца. Потому что, кстати, дворец у него большой, дорогой, с размахом сделанный. И в этом дворце мы провели с Дмитрием Гордоном и с президентом Украины, канцлером Германии, президентом Франции, с Лукашенко и с Путиным и со многими международными журналистами мы провели часов, 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 ну, почти сутки, наверное, провели там в этом дворце, когда были непосредственно вот эти знаменитые, самые длинные переговоры президентского уровня за всю новейшую историю, которые закончились подписанием Минских соглашений. Так вот, я думаю, что белорусы вполне могут, вот это может их встряхнуть. Потому что, несмотря на то, что в Беларуси также очень-очень мощно работают русские каналы и их местные телеканалы никак не хотят отставать от русской пропаганды и полностью их копируют. Несмотря на это, белорусы не настроены плохо по отношению к Украине массово. Я этого не вижу. Я вижу, я вижу то, что они боятся, они запуганы, они боятся репрессий, но они ненавидят Лукашенко, они ненавидят Путина, и они понимают, мне кажется, они понимают, в отличие от русских, что это очень несправедливая война, и я думаю, что они держат кулаки за Украину, и они хотят победы Украины, потому что они понимают, что победа Украины это и их освобождение от Лукашенко. Так, вот кто-то нам очень умный комментарий написал, но мы его обязательно прочитаем, потому что мы читаем любые комментарии и вопросы. Так, Олеся, а что вы с мужем Гордоном из разных комнат на связь выходите, рядышком сидеть и всякую чушь нести не получается? Спасибо вам за вопрос, пишите нам еще, только не переключайтесь, повышайте нам наши просмотры, и, кстати, лайкайте это видео, друзья, и подписывайтесь на наш YouTube канал. Ну, это правда, что иногда мы с Димой делаем стримы из разных комнат, но так просто удобнее, потому что сесть в один экран, чтобы вот так поместиться в этой программе, в которой мы стримим, не очень удобно. Мы просто будем локтями друг дружку задевать, хотя можно иногда и попробовать и так сделать. Вот, а по поводу того, что мы несем, мы несем не чушь, а мы несем правду, в том числе вот таким людям, как вы. Ну, если вы не бот, я не знаю, если вы просто человек, который поддерживает Россию и Путина, то я, и пришли сюда на этот стрим смотреть нас, то вы оставайтесь, не переключайтесь. Возможно, до вас что-то дойдет, возможно, это поможет вам в будущем, потому что всех, кто поддерживает Путина и кто сегодня выступает за войну, а, значит, участвует в этом кровавом преступлении, которое Россия совершает по отношению к Украине, всех ожидает та или иная мера ответственности, которая будет выражаться в разных совершенно, в разном. Но вы должны понимать, что убийство поддерживать нельзя, что насилие поддерживать нельзя, что российская армия творит невероятно ужасные вещи в Украине. Вот я, кстати, вы знаете, я сегодня просто новость читала, опять же, вот, которая, ну, ее невозможно, знаете, прочитать, не рефлексируя эмоционально на это, об изнасиловании, которое русские оккупанты совершили в Украине. Вот офис генпрокурора Украины сегодня сообщил, я вам прочитаю это, потому что это надо услышать. Офис генпрокурора Украины сообщил о подозрении двум российским военнослужащим в изнасиловании четырехлетней девочки, ее матери, еще нескольких женщин в Киевской области. Ройтерс сделала целую статью об этом, выпустила, и о чем здесь говорится. В деле фигурируют двое российских снайперов из 15-й отдельной мотострелковой бригады вооруженных сил России, дислоцированной в Самарской области. Зовут этих нелюдей Вадим Шахматов или Шахматов и Евгений Чернокнижный. Их бригада в начале марта 22-го года зашла на территорию Броварского района Киевской области, то есть они были под Киевом. Следствие установило, что 13 марта Шахматов и Чернокнижный прошлись по домам местных жителей изнасиловав нескольких проживавших там женщин. В первом доме жила супружеская пара с малолетней дочерью. Их возраст прокуратура не уточнила, но, по данным Ройтерс, девочке на то время было 4 года. В документах следствия говорится, что пьяные солдаты избили мужчину и заставили наблюдать за тем, как они насилуют его супругу. В дальнейшем Шахматов, по данным прокуратуры, также изнасиловал и 4-летнюю девочку, чьих родителей в то время удерживали на кухне. Ройтерс пишет, что Шахматов перед насилием заявил ребенку, что он, цитата, «сделает ее женщиной». Затем оккупанты направились в соседний дом, где по очереди изнасиловали беременную женщину и несовершеннолетнюю девушку и ее сына. Позже они вернулись в этот же дом, забрали обеих женщин с собой и повторно изнасиловали. В тот же день в другом доме россияне изнасиловали еще одну несовершеннолетнюю девушку и ее мать. Прокуратура не указывает возраст всех пострадавших, но Ройтерс отмечает, что несовершеннолетним было 17 и 15 лет. Вот вы знаете, я сейчас это читаю в первую очередь для того нашего зрителя, который тут пишет критические комментарии по отношению к Украине, я так понимаю, поддерживая Путину, Россию в этой войне. Послушайте это. Вы, поддерживая Путин, поддерживая русскую армию и эту агрессию, вы являетесь соучастником и этих изнасилований тоже. Вы это понимаете? Вот все, кто сейчас поддерживает режим путинский, вы являетесь соучастниками. Вы такие же насильники, вы такие же уроды, как эти военные. Причем, вы знаете, вот там расследование в Reuters показывает, что один из этих насильников как бы вел обычную жизнь, они там его в соцсети нашли, посмотрели, у него жена, у него тоже малолетняя дочь, у самого у него. Как такие люди рождаются? Как они такими становятся? Как они сюда приходят к нам и как они это все делают? Я не понимаю. Как они с этим вообще потом живут? Как их родные с этим живут? Как их родные с этим живут? Как они на них смотрят? Как они их трогают? Как они с ними одним воздухом дышат? Но это невероятный вообще позор, стыд, ужас. Вы знаете, но ведь эти насильники, убийцы, оккупанты российские, которые вкусили вот кровь, страх, вот это эфемерное ощущение власти над другим человеком, безграничное, когда они пришли пытаться завоевывать Украину, ведь они, те, кто выживут на фронте, они вернутся в Россию, и они же продолжат это делать. Они не остановятся. То есть, вот тот урод, который уже открыл в себе этот ящик Пандоры, выпустив всех демонов, он его не сможет захлопнуть. Дальше все это насилие и все эти ужасы он будет осуществлять над своей семьей, своей женой, своими детьми, своими родителями. Вот я не знаю, русские люди, вот россияне, вы это понимаете? Вот скажите, вы же следующая цель, вот после того, как те, кто вернулись с Украинского фронта, пришли домой, они будут издеваться над вами. Вы хотя бы это понимаете? Понятно, что вам украинцам не жалко, то есть у вас атрофирована вся история, совесть атрофирована вообще, логика, ум, ощущение вообще добра, зла, но вы понимаете, что они будут издеваться над вами, над вашими детьми? Оно же никуда не денется. Идем дальше. Да, пишет нам вот Юлія Личова, за таке прийде от плата, но они будут потом сказать, а за что? Так, конечно, конечно, так, от плата будет и обовязково всем по заслугам их, потому что добрые дела повертаются добрыми делами, а черные поганые дуже поганые. Так, пишет нам вопрос черный барсук, Олеся отвечает на вопросы зрителей? Конечно, пишите ваши вопросы, будем на них отвечать. так, 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 тут Элеонор Р комментирует, Россия одержима бесами и демонами, пока они не покаятся и не отрекутся от этого, они будут продолжать делать то же самое. Я не знаю, чем они одержимы. Инсайдеры кремлевские говорят о том, что Путин и его команда одержимы то шаманами, то какими-то куклами Вуду, то монахами с каких-то монастырей. В общем, там смешалось все, кони, люди, они призывают к себе всех, кто может им предсказать победу в войне, кто типа проводит над ними какие-то обряды, которые бессмертие вызывают, которые удачу приносят, здоровье поправляют. Вот все это они делают. Мне в интервью об этом не раз рассказывал, слушайте, многие говорили, кто смотрит наши YouTube-каналы, они это периодически слушают. Опять же, звучит смешно, но это там так и есть. То есть у них прям мода, и Марк Фегин мне даже говорил, что самая сейчас ходовая валюта в кремлевских кругах это не доллары, не евро, не английские фунты, а это хороший шаман или хороший как это называется, ну вот тот, кто типа гадает или астролог, да, ну вот хороший кто-то, кто может предсказать будущее, сделать удачу на то, чтобы в бизнесе все хорошо было, в личной жизни, еще в чем-то, и вот они, мол, между собой этими специалистами из этой отрасли делятся, платят им большие деньги и верят этому всему, то есть они всему этому верят. Ну, слушайте, когда такая безвыходная ситуация, о чем мы уже говорили с вами выше, когда в принципе хочешь не хочешь, а понимаешь, что проигрыш в войне наступил, а это значит, что последствия последуют для всех и отвечать придется всем, кто рядом и кто запятнал себя этим, начинаешь по неволе уже обращаться, наверное, к шаманам, к еще кому-то и пытаться хоть таким образом отпетлять, но не получается. Так, 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 кто-то пишет тоже вот из России, украинцев нам жалко, я так понимаю, что из России, Сергей Годованный, ну, если бы вам жалко было украинцев, вы бы себя вели по-другому, но вам даже себя не жалко, я вам скажу, учитывая то, что вы идете массово на убой по велению Путина и его прихвостней, вам даже себя не жалко, не то, что Украину. Так, Олеся, вам было бы интересно сделать интервью с бывшим футболистом сборной Украины, который на передовой? Да, конечно, почему нет? Я думаю, что интересно, присылайте, о ком вы говорите, я все посмотрю и почитаю. Так, дискуссия между нашими зрителями. Олеся, хочу вас спросить, как думаете, есть шанс того, что война закончится именно в 2023 году? Просто я вот слушаю разных экспертов, и там самые разные варианты. Никто не знает ответ на вопрос, когда закончится война, то есть, когда Украина победит. Она может длиться еще несколько лет? Может? Может. Такой вариант есть? Есть. Но более реальный вариант, это все-таки того, что война закончится, ну, давайте так возьмем, ближайшие полгода год. хотя мне вот очень хочется в это верить и сказать, что действительно это весенне-летнее контрнаступление украинской армии, которое готовится, оно принесет нам победу, и мы выйдем на наши законные границы 91-го года, что мы вернем весь Донбасс, мы вернем Крым, и таким образом закончится активная фаза войны, дальше уже начнутся включиться другие процессы, то есть, понятно, работы будет много, но тем не менее. Мне в это, конечно же, очень хочется верить. Ну, если я вам скажу, что мне хочется верить, чтобы война закончилась завтра, конечно, да, мне в это еще больше хочется верить, но здесь, вы понимаете, можно сесть, собрать всю аналитику, которую вы имеете, разложить карты, привлечь военных экспертов, сравнить все заявления, заказать кому-то сделать анализ, и вот на основе этого анализа смоделировать дату, год, месяц, число, когда Украина победит. Ну, а это все, я сейчас в пример приведу то, о чем мы говорили в самом начале нашего эфира. Это все может разбиться, а обычное украинское чудо, потому что Украина не раз показывала вот эти вот чудеса, когда все думают, что вот по логике должно быть вот так, а случалось иначе. Вот по логике Путина, по логике многих западных экспертов, по логике очень многих тех, кто реально знал ситуацию с точки зрения ресурсов, Украину за несколько дней можно было Путину захватить, по логике. А случилось чудо, украинский народ восстал, украинская армия проявила себя самым героическим образом. никто не ожидал, никто в мире не ожидал, что вот Украина она такая, что мы так будем бороться за нашу независимость, за нашу свободу, за нашу землю. Поэтому, видите, прогнозы эти, они не сбылись, слава Богу, и уже никогда не сбудутся. Здесь то же самое. если что-то произойдет, то война может закончиться завтра, послезавтра, после, послезавтра. Произойти может что угодно. Это всегда в истории так бывает. Вот какое-то событие, даже может быть на первый взгляд не настолько значительно, может запустить какие-то процессы. Может там внутри Кремля что-то произойдет рядом с Путиным, а может с Путиным что-то произойдет. Это очень непредсказуемая ситуация, потому что любая вот такая история, она меняет всю раскладку. Дальше карточный домик может сыпаться. такие события очень сильно могут приблизить нашу победу. Поэтому, конечно, я бы очень хотела, чтобы это было. Спасибо.